Римские воины Современная война выглядит в большинстве своем как пинг-понг с нарядами разной величины. Правила простые. У кого крупнее и круче артиллерии, тот и побеждает. А значит, выражение про артиллерию «бог войны» все еще безоткатно работает. И сегодня у нас пушка, чье название по традиции советской происходит от «цветочка», которую в свою очередь назвали в честь спартанского принца, из крови которого и появился гиацинт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это в прямом смысле слова – настоящее божество современной войны, при виде которого ощущаешь не только мощь и величие, но и несколько коленки, короче, подтрушивает, потому что я не знаю, какая у него отдача. Короче, это самая мощная, самая дальнобойная и самая большая артиллерийская система в калибре 152 мм. Даже снаряды у этого оружия свои, эксклюзивные. Друзья, Новый год уже близко. Кроме суеты, это, конечно же, праздник и незабываемая атмосфера. А для крутого погружения в новогоднее волшебство наши любимые корабли выпустили большое новогоднее обновление. Мир кораблей – это командный морской онлайн-экшен, в котором вы, управляя боевым кораблем, участвуете в матчах против реальных игроков. Хотя вы уже давно знакомы с кораблями и всю крутизну и так знаете. А если вы слышите впервые или еще не рубились в Мир кораблей, то обязательно заходите и играйте. Ведь это не просто экшен, а целый детализированный морской музей с пятью классами кораблей и целых 11 наций. В честь празднования Нового года корабли приготовили для вас множество подарков и новогодних активностей. Вас ждут новогодние декорации, награды за боевые результаты, морозная гонка и новогодние контейнеры. Сбивайте снежинки, побеждая в боях, и получайте внутриигровые бонусы и новогодние сертификаты, которые можно обменять на новогодние контейнеры. Постройте на верфи большой немецкий крейсер Адмирал Шрёдер. Или поучаствуйте в морозной гонке, где две команды Дедов Морозов с северного и южного полюсов соревнуются в доставке подарков на скорость. И все это в нарядах праздничных декораций обновленного порта Фьорды. А точнее порта Дед Морозовск. Короче, ребята, скучать не придется с кораблями. А если у тебя много друзей, то зови их и разносите вражину вместе. Сражайтесь в отрядах и объединяйтесь в кланы. Здесь вы отлично проведете время с друзьями по интересам, встретите новых. Как говорят, здесь можно все, что только можно представить. И это я еще не рассказал о потрясающей графике и многих других классных фишках. Да, и зачем, когда гораздо интереснее заценить мир кораблей самому, скачав игру бесплатно по ссылке в описании и забрать крутые подарки. Пора играть, командиры! Разрабатывать гиацинт начали почти после десятилетнего перерыва, за время которого арт-системы СССР начали заметно отставать от конкурентов. В частности, американцы выкатили пушку М107 калибра 175 мм, а наши существующие системы М47 и М46 заметно, короче, проигрывали. Стало это понятно, когда между Китаем и Тайванем, в общем, очередная напряженочка. Случилось, короче, последнее китайское предупреждение. Тогда гаминьдановцы обстреляли Китай из новых пушек США, а наши военные советники не могли ничем ответить. И несмотря на успех в разработке тактических и стратегических ракет, даже уже тогда стало понятно, что артиллерия всегда будет в моде. Десятилетний перерывчик и, соответственно, существенное отставание в арт-системах напрямую связывает с Никитой Хрущевым. Никита Хрущев-то, так сказать, реформу провел в 1955-1958 годах, которая, в частности, коснулась буксируемой ствольной артиллерии, а именно ее сокращение. Так, после его отставки пленялись наводить порядок, а 21 ноября 1968 года официально вышел приказ отмена крепостного, ладно, шучу, МОП номер 592 о разработке новой дальнобойной пушки калибра 152 мм, причем сразу же в двух ипостасях – самоходном и буксируемом. Обе версии с идентичными ТТХ и боеприпасами. Ну и дыра. Артиллерийские системы, артиллерийская часть орудий, разрабатывались в СКБ Пермского машиностроительного завода. Сейчас Мотовелихинский завод он называется, место, где родилась почти вся легендарная советская артиллерия. А главным конструктором стал Калачников. Не Калашников, а Калачников, чье имя, я думаю, в следующих выпусках вы еще обязательно услышите. Главным же конструктором стал Анатолий Калистов, чье имя вы уже знакомы, вам уже знакомы по ПТРК «Фагот». Видео, кстати, можно глянуть здесь. Испытания баллистических установок закончились в марте 72-го, а 13 апреля 72-го года были представлены проекты гиацинта в самоходном и буксируемых вариантах. Пушка гиацинт-Б, то бишь буксируемая, принята на вооружение, принята на вооружение советской армии в 76-м году. Боевое крещение, кстати, получило в Советской Афганской войне. Всего выпущено порядка 2500 штук. Стоит на вооружении 2А36 и 2АС5 у большинства стран постсоветского пространства. Перейдем к конструкции. Короче, 2А36 или гиацинт-Б, это по-настоящему огромная хреновина, которая весит почти 10 тонн. И конструкция у этой пушки принципиально новая в сравнении с предыдущими пушками или гаубицами СССР. Да, правильно говорить, что это не гаубица, а именно пушка. Перечислим ее основные части. Ствол, противооткатное устройство, щиток с домкратом, прицельные приспособления, механизмы наведения, казенная часть затвора, танины с сошниками. А че ты такой грустный? Потому что... Ку? В смысле? Да в том смысле, что я очень чувствую, что по сценарию мы приближаемся к выстрелу, а отдача у него наверняка такая, что я охренеть должен был. Кто-то еще в комментариях написал, типа, эй, парень, убрать бы еще всякие же организмы твои, типа, нахрен, похер и все такое. Да нет, похер нахрен, посмотри на эту бандурину, я из такой еще ни разу не стрелял. Да, ведь это самый крупный калибр в нашем выпуске. Начнем со ствола. Здесь он целых семь с половиной метров. Мало того, на конце этого ствола, такая херовина, это же организм, извините, на конце имеет щелевой, многокамерный дульный тормоз, поскольку отдача у гиацинта колоссальная по-настоящему. Это, по некоторым данным, самая мощная 152-мм пушка в мире с дульной энергией в 20 тысяч килоджоулей. Перейдем к рубрике обзор отверстий. Затвор горизонтальной кленовой с полуавтоматикой скалочного типа. Досылка снаряда и гильзы с зарядом производится цепным досылателем с гидроприводом. Но у меня, к сожалению, нету ни хрена из этого, потому что все по старинке. Специально для гиацинта Бэбл разработан усиленный лафет в соответствующей массе орудия и нагрузке при стрельбе. Конструкция верхнего станка обеспечивает горизонтальную наводку в пределах 25 градусов вправо и влево из центрального положения. Вертикальное наведение от минус 2,5 градусов до 57 в плюс. Нижний станок оснащен двухосным колесным... колесным ходом. При подготовке к стрельбе колеса поднимаются, между ними под лафетом имеется отпускаемый поддон с гидравлическим домкратом. Как я вообще мог такое запомнить? Расчет пушки составляет 8 человек. Боевая скорострельность 4,6 выстрелов в минуту. Кстати, о боеприпасах. Основное отличие от любой другой пушки 152 мм снаряды здесь разрабатывались с нуля. Это позволило сделать гиацинт самым дальнобойным орудием. ЗВО-F39 или по-нашему осколочно-фугасный снаряд, который весит 46 кг сам снаряд вместе в сборе с зарядом 80 кг. Бывают еще реактивные и так далее. Массово взрывчатого вещества 6,4 кг. При этом начальная скорость снаряда составляет 945 метров в секунду. Если же применить уменьшенный заряд, то скорость составит 775 метров в секунду. А дальность 21 км. Активно-реактивные снаряды способны стрелять на 33,5 км. Но у меня их сегодня нет. Самый крупный калибр все-таки 80 кг весит заряд снаряд. Что бы такое раздолбать? Знаете, одна вещичка меня знатно подраздолбала. Подрешатало, кстати, мое психическое здоровье. Сколько я по ней не стрелял, все равно она живучая. И 30-точкой, и 100-точкой по ней работал. Чем бы только не работал. Даже с DP-27 приложился разок. С DP-27. Так вот, в крупнокалиберном переполохе наметился серьезный переполох. Крупнокалиберный. Сейчас из 152-мм пушки, а это именно пушка, а не гаубица, прямой наводкой. А так вообще никто не делает. Я вхерачу. Знаете, сколько разлет осколков у гиацинтового снаряда? Практически полкилометра. То бишь 500 метров. Знаете, что сейчас будет? Сейчас будет большой бум! Как в пятом элементе. Па-да-бум! Да, и знаете, сколько у меня снарядов? Вот кто догадается? Ха, напишите в комментариях. Ладно. 15 штук. Это будет война. Да пребудет с вами Господь. Потому что сейчас вы увидите невероятное зрелище. Словно. Погнали! Ю-ху! Бля, это непросто, кстати. Цык! Вообще непросто. Я вам скажу, что за эту херню зарядить. Бум! Есть! Работаем, братья! Так, учитывая, что казенник немножко сломан, поэтому приходится вот так вот работать. Так, оп! Видимо, вот так. Ну, типа того. Дальше только дернуть за веревочку. 333! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гусеницы все в разные стороны И здесь такая дырень Я всегда мечтал посмотреть так близко, что тут внутри происходило Ну, в общем, вы видите все сами, друзья мои Осколки внутри, смотри, пробили То есть тут просто фарш, короче Интересно, с той стороны пробило ее или нет Смотри, что интересно Осколочек Вхерачил Бэху полностью Полностью, как говорит наш друг Стас О, смотри Что за шарики Нет Они не могут быть такими легкими Это пластиковые шарики какие-то Это не может быть броня этой А где ее башня? А, вон она! Нихера себе! Бля, их унесло! Подшипники вот такие находились в башне И посмотрите, куда башню унесло к херам собачьим Главное, что тряпочка осталась Короче, башню утащило Если кто-то из вас, типа, думает, что Если бы там внутри было быка и все такое Вот и лоб бы ее разорвал Херас-два Потому что геоцентр разрывает такие вещи Ни у кого нет желания подкачаться Потягать, так сказать, башню Ёптуем Нет, это невозможно Смотрите, в самой башне Куча таких подшипников Я не знаю, что они дают Напишите в комментариях, что дают эти Подшипники такие Они Тут, кстати, много подшипников разных В башне Сама башня выглядит, конечно, целехонькой Но какой с нее прок, если она Просто лежит в поле Пойдемте еще детальнее глянем, что там случилось Вариметров от коршуна Собственно, коршут-то отлетался Лежит прицельное приспособление Судя по всему Командирское, так сказать Но Этому коршуну уже не понадобится Это тоже что-то изнутри Вот этот комплекс точно Явно для радиосвязи Но, как понимаете Тут, в общем, компромиссов никаких быть не может Абсолютная безоговорочная Безоговорочная капитуляция Знаете, приходит мне на ум одна мысль А что, если попробовать гиацинтом перевернуть Бэху? То бишь, я буду стрелять сейчас еще чуть ниже И попробуем ее перевернуть Почему нет? Ведь днище у нее вполне себе боеспособно Смотри, что-то слетало здесь, видимо, еще зацепило Каким-то образом что-то, так сказать, слезало Короче, такое слизали получилось БМП Коршун, кстати, по идее плавает И эта штуковина ей как раз нужна для того, чтобы Так сказать, быть на гребне волны Короче, чтобы туда не заливалось А какая к черту разница теперь? Ведь сейчас это уже не амфибия Это черт знает что Это как будто бы мишенька для второго снаряда геноцида Гиацинта, извините Посмотрите, вот я так хотел посмотреть на это моторное отделение Наверняка кто-то подумал Наверняка моторного отделения внутри нет Оно есть, оно целехонькое И знаете, мне стоит еще небольших трудов Чтобы разнести его в щепки Но для начала мы попробуем его перевернуть Макдональдс ушел Так что Та-ра-та-та-та Субтитры сделал DimaTorzok well 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 глянька поглянька на коптер кстати видно офигенно мы кстати почти что почти что не успели заснять это но мы это засняли смотрите я ударил чуть ниже и ее таки не перевернула но но собачила знать на смотри взрыв собственно пришелся прям под нее но ее как бы ну собственно вот смотрите что тут было эта часть снаряда эта часть снаряда собственно вот такие здоровенькие осколки должно быть кто-то напишет вы сделаете из этих осколков ножи конечно сделаем и обязательно покажем их на бусти так я тут пособираю осколочки несмотря тут какие то вообще есть а это поплавившееся стекло ни хера себе вот осколки короче сейчас мы их соберем ну вам и тени это интересно сейчас вам интересно что случилось бэхой а с бэхой собственно случилось сложно отличить что с ней произошло еще что может быть хуже когда по тебе херачит гиацинт ну в общем полюбуйтесь знаете я долго болтать не буду потому что ведь у меня еще дохрена снарядов у меня 13 боеприпасов доработаем в переднюю часть вот сюда влево посмотрим какие будут изменения можете представить команданты достаточно сильный чувак и он не может перевернуть одну эту херовину посмотрите что делает гиацин 64 килограмма взрывчатого вещества 80 грамм 80 килограмм вес собственно снаряда и заряда и вот так сказать добрый вечер многострадальная крышечка которую сегодня я уже не подниму в общем улетела на 2 метра локальненько так сказать разбросала локальненько но в принципе какая к черту разница когда солнце садится как любит говорить команданта включается режим берсерка это значит стреляем заряжаем стреляем заряжаем стреляем ну или наоборот короче 3 беглым 333 поехали мало того что я хочу сейчас высадить 3 гиацинтовских 152 миллиметровых снаряда в бэху бегло я еще сделал кое-что я поставил взрыватель на замедленное действие стало быть немножко будет отличаться результат так и сейчас посмотрим собственно чем свободу анджеле дэвис заряжай еще раз ого ни хера себе такое ощущение как будто был звук другой немножко и замедление что ли другое давай еще разочек это превратилось в лодку какой-то это же амфибия посмотрите на нее капец я снес есть все что можно было гиацинт помог мне снести все что было внутри то есть мы приготовили такие фарш блин а у нас могло бы быть кулинарное шоу типа всем привет с вами командант и это кулинарное шоу боевых расчетов посмотрите мы немножечко сделали дыру проколупали потом мы сделали легкий фарш и вот что осталось все навесное оборудование и все что было внутри остается внутри в виде фарша глянь посмотри половина моторчика он и бэхи куршин брм-1 превращается медленно в осколочки и собственно осколочками все тут внутри и покрыто и хочется это все размять и превратить в какой-нибудь новый трансформер что-нибудь в виде да действительно знаете иногда вот смотришь и думаешь ты раздолбал самое весомое самое мощное что было в нашем на нашем канале передний каток вот сюда походу попал первый снаряд я ведь целился впередок посмотрите какая толстенная броня 19 миллиметров гомогенной катаной стали выглядят так как будто бы это плитки шоколада а что-то меня потянуло сегодня макдональдс плитки шоколада в общем киндер сюрприз здесь точно не получился посмотрите как я его расковырял да блин не хилое такое военно кулинарное шоу фарш в собственном томате планы на вечер притащить один гиацинт раздолбать один моторчик так подожди к моторчик я до конца и не раздолбал ну да что ж достучаться до небес самое время для этого моторчика до команданта зря качался похоже я не знаю сколько весит эта плита но это ведь все-таки гомогенная катанная сталь одно радует что кп почти подожди здесь было к ладно короче к пострадала п не за не пострадала в общем вы знаете мы старались приводили так сказать порядок чтобы она была красивой это какой-то бачок хер вы знаете чего это значит огнетушитель который явно не пригодится уже этой бэхи кусочек трака коршун собственном соку коршун в томате как мы назовем этот выпуск может быть типа консервной банке все или типа того короче банка себя не могла бы открыть и для этого понадобилась открывашка виде гиацинта крылатые фразы разбирайте нахрен на тиктоке я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка и лесок более каждый колосок я кажется говорю что гиацинт это самая мощная пушка дальнобойная вот результат вот командант и я готов стрелять еще до жаркий дерево согласитесь ну хорош болтовни поехали это блюдо готово никто не говорил что она такая горячая есть метод еще одна задумка посмотрите ка вниз летят пороховые газы все такое и жду немножечко заждался свою очередь из предыдущего выпуска что будет с ним как кстати если будет стоять в зоне так сказать турбулентности погнали 333 у них и рождано опалилась и не прикиньте жду на жду на разорванной части я вам скажу это хреново это то есть вы хреновая новость потому что смотрел на кусочки разлетелся блин ждунчик смотри офигеть это не просто бумажка это был пластик его обожгло по всем концам во всем фронтам в общем засады от геоцинда поехали на несколько секунд это место превратилась в армагеддон и разразился бой и разразилась битва 14 здоровых мужиков приперли сюда и как начали давать кто-то подумал что это злые русские именно так и было это и были злые русские айда посмотрим шесть штук беглым 333 333 добрый вечер ты сюда глянь-ка посмотри а как я в новом году то заговорил прямо-таки красота перед новым годом можно сказать вот что остается в результате попадания 10 снарядов геоцинта ровным счетом остается маленькие кусочки издали напоминающие что это точно как трансформер или как терминатор жидкие не соберется воедино хотя кое-какие детальки я пожалуй заберу посмотри какие дыры посмотри какое небо ё-моё да здесь можно так можно окопу копать посмотри охренеть а это но шандарахнула и внутрь вдавила в броню смотри это ведь броня ого какой осколочек траки в общем лежат как будто бы это штуковина для уборки грязи на ботинках ах ты горячий зараза ничего себе а вот и наш излюбленный так сказать в ваших выпусках вы однажды сказали мне мол типа у этого камаза не было движка у этой бэхи было все все или ничего вот так от начала до конца выпуска короче тут у нас шатуны и судя по всему поршня да вот здесь внутри коленчатый вал нет это коленчатый вал я тебя правильно говорю короче шестеренки все это раздракомила раздробила и больше это никуда не поехало бы даже если поставить это на другой агрегат в общем в какой-то замасленное что-то какой-то момент я видел как будто бы бомкнуло так нехило и какой-то огонь пошел о да посмотри как какие-то части еще у нас остались как консервную банку и раскладывает и команданты такое нравится потому что первые 40 лет детства первые 40 лет детства проходят загадочно а вот и та самая броня лобовая ее и тоже вынесла посмотри-ка с ней что случилось о осколки пробивают спокойно прикинь а 152 снаряда гиацинта спокойно пробивается броня даже лобовая в 13 собственно миллиметров это хорошая новость и плохая новость для коршуна это что у нас такое смотреть каток да это правильно сказать о команданты пригодилась бы такая штука в спортзале или нет да качаться такой явно я бы не смог смотрим дальше это передняя часть не знаю раздраконила ее как-то вот еще один к точек смотри никому парни не нужно тестостерончик приподнять чуть-чуть это что такое о нормально подшипничек килограммов 5 где-то будет если не больше это я мог бы забрать но интересно это что цвет мет да благо у команданта хорошо продаются ножи я не беру все что не попадя только лишь некоторые детали это часть какой-то обшивки до ломать не строить посмотри это что такое я понятия не имею что это такое а а вот это у нас кусочек каточка надо же вы подумаете команданта силач еще одна часть верхняя бэйхи улетела тартарары такая четвертиночка и это подниму я хоть али нет как вы думаете захочу я есть через пять минут да похоже что мне нужна новая какая-то мишенька здоровенные куски металла превращается в нечто бесподобно разрушительно красиво но безусловно гиацинт придуман не несколько не для этого этим не менее мы рады что у нас есть возможность показывать вам контент разрушительный контент в мирных целях потому что мы возьмем часть осколков и сделаем из них ножи продавая ножи мы помогаем жителям которые нуждаются нашей помощи да димали шин раньше наверное сейчас бы плакал если бы ему предоставили такую возможность посмотри все это наделал фактически одно орудие и ничего не осталось ровным счетом ничего я хотел попробовать ударить по этой бэхе без взрывателя но говорят что без взрывателя может стволе разорваться эта штука потому что что подымится это какой-то масляный фильтр типа дедушка мороз я ведь был прилежным мальчиком я хорошо вел себя весь этот год и спасибо тебе за то что подогнал мне коршун и много классных орудий в том числе крупнокалиберных и ты знаешь чего я хочу или зря тебя об этом просил потому что ты даешь нам возможность вот такую например это самый настоящий полностью целенький практически т-72 и этот танк мы будем разносить рпгшками птурами возможно ламами и прочими шведско-британскими причудами в общем этот год будет веселым 2023 ясное дело стало быть не переключайтесь потому что в новом году будет куда интереснее а